Всего 2000 работников промышленного сектора привились этой осенью от гриппа. Для формирования иммунной прослойки этого явно недостаточно, констатируют клинские медики. И потому убеждают руководителей предприятий организовать бесплатную вакцинацию на своем предприятии. Какие еще вопросы обсуждали на последнем совете директоров, расскажем прямо сейчас. Вывоз и утилизация мусора. Именно с этого вопроса начался совет директоров. С 1 января 2019 ответственность за уборку ТБО несет региональный оператор. МУПы, в их числе и наш чистый город, выступают в цепочке субподрядчиков. Поэтому до декабря этого года всем предприятиям необходимо перезаключить договоры на утилизацию и вывоз ТБО с региональным оператором. Его представитель подчеркнул, что тариф поменяется. Его утвердят на уровне правительства области. И подход к утилизации будет другой. В планах развернуть раздельный сбор мусора и благоустроить мусорные площадки по европейским стандартам. Налоговая служба предупреждает 1 декабря срок уплаты имущественных налогов. Чтобы упростить процесс, налоговики по заявке готовы организовать мобильный офис и отработать на каждом предприятии. Сани готовим летом, а с борщевиком боремся ранней весной. Замглавы округа Андрей Богаченков рекомендовал руководителям продумать план и график борьбы с борщевиком на будущий год. Дело в том, что с августа этого года принят закон, согласно которому ответственность за заражение территории несет не только собственник земли, но и арендатор. При этом скоса недостаточно. Нужна химическая обработка. За отказ выполнять закон для юрлиц предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей. Все они также обязаны будут заложить деньги на борьбу с борщевиком. И завершился совет, просьбы и рекомендации от муниципалитетов поддержать генуборку города 23 октября. Трудовым коллективам необходимо облагородить внутреннюю и прилежащую территорию предприятий. Ну а в авангарде городской уборки, как всегда, муниципальные служащие. Мы выходим полным составом на территории, которые обозначены для нас как социально значимые. Это, конечно же, и побережье реки Сестры, и левая, и правая. И, соответственно, те участки, которые для нас являются наиболее актуальны, засорены вдоль железнодорожного полотна. То есть у нас у администрации есть точки притяжения, куда мы понимаем, что не доходят руки и метлы наших борников. И мы готовы, что называется, выйти составом административно для того, чтобы город стал чистым. Поддержать девиз «Первый снег встретим чистыми парками» сможет каждый желающий. Итак, генуборка назначена на 23 октября. Начало в 11 часов.